Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сегодня поговорим, кто такой священник и его положение пред Богом и людьми. Посмотрим, чем разница между священником и пророком. Священник стоит перед Богом и приносит нужды человека, народа. Пророк стоит перед народом и говорит слова «То, что передал Бог народу». Представим такую визуальную картину. Справа люди, народ, а слева Бог. Священник стоит посередине. Священник стоит перед Богом от лица человека, народа, и ходатайствует за них. То есть лицом к Богу, спиной к народу. И представим такую визуальную картину. Справа люди, народ, слева Бог. Пророк стоит посередине. Пророк стоит перед народом и говорит от имени Бога. То есть лицом к людям, спиной к Богу. Священник, посвященный Богу. Священник – это человек, кто свою жизнь посвятил Богу и ведет соответствующую жизнь. Имеет отношение с Богом и может предстать перед Ним. Должен вести молитвенную жизнь. Он выбран Богом и стоит по воле Бога. Он знает нужды людей и знает, как правильно их преподнести Богу. Прочитаем место из Писания, книга Исход, 19 глава. Стихи 21 до 2-23. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу, видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближайшиеся к Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. Это книга Исход, 19 глава, стихи 21 по 23. Бог принимает священников и слушает их. Священники приближаются к Богу и ходатайствуют за народ, просят за народ, и Бог слушает их. Также священники должны освящать свою жизнь, быть чистыми пред Богом в жизни и своих поступках, очищать свои мысли Словом Божьим. Только таких людей Бог принимает в свое присутствие и слушает их. Первосвященник Иисус Христос. Первосвященник наш, Господь Иисус Христос, Он пришел на землю и перетерпел много за нас, и был наказан и казнен на кресте, подвергался искушениям со стороны. То есть, Он все понимает, что происходит в нашей жизни. В посланиях евреям, 2 глава, стихи 17 написано. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и другим искушаемым помочь». Это послание к евреям, 2 глава, 17-18 стих. Иисус Христос сейчас милостивый и верный первосвященник перед Богом, и Он помогает сейчас нам. Наш Господь сейчас стоит пред Богом и ходатайствует, просит за нас. В послании Римлянам, 8 глава, стихи 33-35 написано. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Иисус Христос умер, но и воскрес. И Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Римлянам, 8 глава, 33-35 стих. «Да, наш священник сейчас, это Иисус Христос, стоит в присутствии Бога и просит за нас. Священник из людей избираемый. Сегодня также есть люди, которые приносят молитвы Богу от имени других людей. Мы знаем современные церкви, где практически каждый день возносятся молитвы, священнические молитвы, так как они просят за людей. И это служение Богу. Примерно так описывается служба священников в Евреям, 5 глава, стихи с 1 по 4. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Могущий снисходить невежествующим и заблудшим, и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как Аарон». Это послание к евреям, 5 глава, с 1 по 4 стих. Да, и сейчас есть люди, которые посвятили свою жизнь Богу, которые каждый день стоят перед Богом и в молитве приносят нужды людей. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Продолжение следует.